Всем привет, дамы и господа, с вами SilentTip и в этом видео я расскажу вам, как в программе SketchUp сделать вот такой плавный облет камеры по кругу. Такое пригодится вам, когда вы захотите показать какой-то трехмерный объект со всех сторон. Итак, вот у меня есть трехмерная модель лежака. Для того, чтобы сделать круговой облет камеры, мне сначала нужно найти центр этого самого круга. Я заранее выровнял лежак по центру моего SketchUp проекта. Как видите, синяя ось выходит прямо из центра лежака. Центр будущего круга у меня будет находиться в нулевой точке, там где сходятся все три оси. Теперь окружность. Рисую ее инструментом окружность. После выбора инструмента окружность ввожу с клавиатурой число граней моей будущей окружности 20 и нажимаю Enter. Для плавного облета камеры вам нужно минимум 20 граней. Лучше, конечно, больше. Рисую окружность от нулевой точки моего SketchUp проекта. Какого размера должна быть окружность, пока что неизвестно. Рисую ее на глаз. Выделяю курсором поверхность и удаляю ее клавишей Delete. Осталась только линия каймы. Вот она-то мне и поможет в создании кругового облета камеры. Далее карандашом от излома каймы рисую линию строго вверх по синей оси. Эта линия будет выступать в роли опоры для моей камеры. Чем выше я нарисую линию, тем выше у меня будет располагаться камера. Рисую еще одну линию, но на этот раз по центру, тоже строго вверх по синей оси. Она должна быть пониже первой линии. Верхушка этой линии будет той точкой, куда будет смотреть моя камера. Нарисованную линию, к сожалению, не видно из-за синей оси. Теперь мне нужно выставить камеру так, чтобы она находилась строго на вершине первой линии и смотрела строго на вершину второй линии. Делается это вот этим инструментом расположить камеру. Про этот инструмент я ранее вам никогда не рассказывал. Покажу вам, как работает этот инструмент. Сначала наводите курсор на то место, где будет располагаться камера. Зажимаете в этом месте левую кнопку мыши и, удерживая кнопку нажатой, проводите линию в ту точку, куда будет смотреть камера. Примагничиваетесь курсором к нужной точке и отпускаете левую кнопку мыши. После чего камера у вас выставится по двум выбранным точкам. В таком положении камеры лежак, увы, не влезает целиком в кадр. Следовательно, мне нужно отдалить камеру. Для того, чтобы отдалить камеру, мне нужно увеличить радиус окружности внизу. Выделяю окружность, выбираю инструмент масштаб, зажимаю клавишу Ctrl и увеличиваю окружность. Клавишу Ctrl нужно держать для того, чтобы искажение происходило пропорционально относительно центра окружности. Если Ctrl вы держать не будете, то окружность у вас сместится относительно ее изначального центра. Вот скажем, пусть будет такой диаметр. Давайте посмотрим, что получилось. Снова рисую вертикальную линию вверх на изломе окружности. Снова выбираю инструмент расположить камеру и выставляю эту самую камеру по двум точкам. Так уже гораздо лучше. С таким положением камеры лежак целиком умещается в кадр. Для удобства работы нарисую карандашом крестовину вверху второй линии, а то из-за этой синей оси не видно, где кончается эта самая линия. Итак, как вы наверное догадались, мне нужно сделать множество таких точек для камеры по кругу. Моя камера будет плавно плыть из одной точки в другую по часовой стрелке либо против. Так я и получу плавный облет камеры по кругу. Для создания множества точек я копирую первую вертикальную линию на изломы моей окружности. Так высота всех линий точно будет равна. Значит и камера во всех положениях у меня будет находиться на одинаковой высоте. Для копирования использую инструмент перемещения и единожды нажатую клавишу Ctrl. Всего у меня будет 20 положений камеры. Как раз столько граней было у моей окружности в начале. Копирование линий завершено. Скрою на время лежак, дабы он не мешался. Для этого создам отдельный слой для лежака. Перемещу лежак на этот слой и скрою слой в окошке слои. Начну выставлять камеру вот отсюда, куда уходит красная ось. Это у меня будет точка начала движения камеры. Выставляю камеру по двум точкам. Для того чтобы скетчап запомнил это положение камеры, создам сцену. Открываю окошко сцены в правой панели и нажимаю на плюс. Первая сцена создана. Теперь скетчап запомнил это положение камеры. Я могу двигать камеру как угодно и в любой момент могу вернуться к сохраненному положению камеры. Теперь мне нужно создать оставшиеся 19 сцен. Снова выставляю камеру и снова создаю сцену. Так постепенно я продвигаюсь по окружности. В моем случае против часовой стрелки. Ускорю этот процесс, дабы не тратить ваше время попусту. Готово. Все 20 сцен созданы. Их вкладки видны вверху. Поскольку вспомогательные линии мне больше не нужны, перемещу их на отдельный слой и скрою его. Теперь у меня появилась проблема. На всех 20 созданных сценах слой с лежаком скрыт. То ради чего все затевалось не отображается в кадре. Мне придется скрыть слой со вспомогательными линиями, включить пока слой с лежаком и обновить сцену через правый клик мыши. И так со всеми оставшимися 19 сценами. Этого я не предусмотрел. Не нужно мне было скрывать слой с лежаком, а вспомогательные линии можно было просто удалить. Итак, все 20 сцен у меня обновлены. Теперь если я буду переключаться между сценами, кликая по их вкладкам вверху, камера у меня будет плавно двигаться по кругу. Для того, чтобы движение камеры по кругу происходило без остановок, вам нужно сохранить анимацию. Анимацией в скетчап может быть либо видео, либо последовательность картинок. Но прежде чем сохранять анимацию, нужно настроить эту самую анимацию. Для настройки анимации нажимаю вверху окно данной модели. В появившемся окне перехожу во вкладку анимация. Ну и тут в поле задержка сцены устанавливаю ноль. Мне не нужно, чтобы камера задерживалась на каждой из 20 сцен. Ну и в поле переход сцен ввожу желаемое число в секундах. У меня тут по умолчанию стоят 2 секунды. То есть переход от одной сцены к другой будет занимать 2 секунды. Всего у меня 20 сцен. Итого получается 40 секунд на полный облет камеры по кругу. Если вам нужно, чтобы камера двигалась быстрее или медленнее, измените это число секунд. Я оставлю 2 секунды. Для того, чтобы сохранить настройки, переключаюсь на другой раздел и закрываю это окно. Ну и наконец сохранение анимации. Для этого нажимаю вверху файл экспорт анимация. Тут выбираю, что мне нужно. Экспорт анимации как видео или же экспорт анимации как последовательности картинок. Из последовательности картинок вы потом можете сделать GIF анимацию и встроить ее, скажем, на сайт. GIF анимацию из последовательности кадров можно сделать, скажем, в GIMP. Я же не стану мудрить с GIF анимации, а выберу видео. Формат я использую mp4. Нажав на кнопку параметры вы сможете настроить видео. К сожалению тут нельзя настроить число кадров в секунду. По умолчанию видео будет сохраняться с fps 24 кадра в секунду. Если вы владеете каким-либо видеоредактором, то в нем вы уже сможете более тонко подкорректировать скорость движения камеры. Нажимаю кнопку экспорт. Видеоролик скетчап сохраняет очень медленно, поэтому наберитесь терпения. Я опять же не буду тратить ваше время на созерцание полоски экспорта. Сразу покажу, что у меня получилось в итоге. Если такой видеоролик зациклить в бесконечном повторе, то камера будет двигаться по кругу бесконечно. На этом у меня все. Надеюсь мне удалось объяснить вам, как в программе скетчап сделать плавный облет камеры по кругу. Если интересно, то вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики, которые уже вышли на канале. Например видео о том, как наклонить камеру в бок относительно горизонта. Или видео о том, как найти центр у окружности. Желаю успехов в вашей творческой работе.